Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем программу «Торговый план» на виде портале Трейдеров и Трейд ТВ за сегодня, 17 июня 2016 года, пятница. Меня зовут Игорь Суздальцев и давайте посмотрим на финансовые результаты вчера. Вчера индекс МВБ снизился на 1% 1869 пунктов, индекс РТС составляет 895 пунктов, снижение составило 1,6%. Доллар вчера укрепился на 28 копеек, 65.80 в моменте на споте и евро-рубль 73.87 на споте, на 3 копейки укрепился рубль, кстати говоря. Так что из четырех новостей одна все-таки хорошая. Ситуация нам хорошо понятна, давайте на нее посмотрим. Во многом движение нефти вчера предопределило событие, как часто в последние дни. Мы видели продолжающее снижение, причем снижение составило с уровня 48.50 до уровня пробивали в моменте 46.94, ну и закрылись 47.05, это на БКС на срочном рынке, ну то есть получается 1.45 вниз мы прогулялись. Давайте поставим на сегодняшнем открытие, и сегодня у нас будут хорошие новости, потому что сейчас рыночная цена 47.79, то есть на 70 центов выше, поэтому мы откроемся с гэпом наверх. Вопрос только в том, пробьем мы эту нисходящую линию или останемся в рамках данного тренда. Чего ожидать сегодня по рынку, мы сейчас подробно обсудим. Ну судя по тому, что нефть пошла наверх, может быть сегодня от этого снижения будет откат, какой-то естественный пятничный, закрытая позиция, может быть в связи с этим и нефть укрепится, ну соответственно российский фондовый рынок и рублевый рынок, на это все надеемся. Давайте посмотрим, друзья, на новости, которые могут повлиять на рынок сегодня. Ну прежде всего Петербургский экономический форум, выступает много людей, как бы отмечу несколько значимых событий, на мой взгляд, которые могут повлиять на рынок. Ну вот министр энергетики Александр Новак сказал, что нефть еще будет снижаться, высокая цена на нефть будет не скоро, но он поразвучал мысль о том, что в перспективе 10-15 лет нефть по 150 долларов за баррель можно будет снова увидеть. Это самый безопасный прогноз, потому что понятно, что через 10-15 лет господин Новак министром энергетики не будет, хотя кто знает, конечно, но вряд ли. Все-таки это очень большой срок. Значит, и понятно, что ответственности за этот прогноз у него никакой, ну вот хотя бы он не стал резко обрушивать цену нефти какими-то прогнозами низкой цены, хотя там звучит мысль, что пока низкая цена, но это нейтрально. А вот эта цифра 150 долларов, он очень хорошо ее произнес, она сейчас пошла гулять по разным СМИ. И это, конечно, как бы все-таки помогает вербальному такому укреплению цен на нефть. Из выступлений Владимира Путина вчера было несколько встреч, но я бы отметил его мысль о том, что мы практически преодолели экономический спад. Ну, как-то вот глядя в окно, как-то я этого не вижу, но у президента окно выше, он будет видеть больше. Давайте, так сказать, с доверием относиться к его словам. Значит, мы преодолели. Надеюсь, теперь у нас у всех дела пойдут намного лучше, раз страна преодолела экономический спад. Далее, друзья, еще одно важное решение Владимир Путин принял вчера, он находится в Петербурге, но, естественно, он может подписывать любые указы. Так вот, он подписал вчера указ о проведении выборов в Госдуму. Он будет опубликован в течение пяти дней, сразу после этого начнется избирательная кампания. Сами выборы в России пройдут 18 сентября. Вы знаете, многие партии уже готовятся к этому событию. Друзья, очень важное событие произошло во время форума. Удивительное, и, ну, как бы я даже не знаю, как еще что сказать по этому поводу. В Санкт-Петербурге открыли памятную доску финскому фельдмаршалу Карлу Маннергейму. И выступил глава администрации Кремля Сергей Иванов. Значит, говорит, что он был русским генералом. Вот, значит, Дмитрий Песков выступил, сказал, что личность Маннергейма до сих пор вызывает споры, но личность незаурядная. Роль, которую еще долго будут изучать историки. Это правда. Я 30 лет назад попытался изучить роль Маннергейма в истории России. Я сейчас коротко расскажу, чем с этим вопросом. Приехал в Москву и 30 лет назад, 85-й год, 85-й год, 31 год уже назад, время бежит, записался во все архивы московских, здесь много их было. А тогда была перестройка уже начиналась, первые мысли такие появлялись, вот, о том, что надо что-то менять и так далее. И роль Маннергейма тогда уже стала известна. И во всех архивах мне отказали. Пожизненные, вечные архивы, связанные с Маннергеймом, в вечном, как мне тогда сказали, сейчас, может быть, что-то поменялось, в вечном хранении без выдачи. Объясняю, почему. Что за фигура такая Маннергейм, как бы, почему такие вот строгости? Суть вопроса. Маннергейма связывают с тремя событиями. В истории России очень важной, прямо имеющей к финансовым рынкам. Сейчас объясню, как. Первое. Вы помните, как прошла революция? Большевики зимние не брали. Приехали из Финляндии 200 финских горных стрелков на шести автомобилях. Через боковую дверь вошли в Зимний дворец, постреляли всех, кто был с ружьем, остальных арестовали, передали власть большевикам. За это большевики признали независимость Финляндией. А пока этого не случилось, все финны оставались в Питере. Они, по сути, контролировали принятие решения. И только в феврале 1918 года Маннергейн с финнами вернулся в Финляндию с Декларацией о независимости. И, кроме того, советское правительство назначило ему пенсию 3761 рубль. А до этого Маннергейму, ему уже 50 лет было, он был царским генералом, служил. После этого все, финны занялись своими делами. Но через два года большевики передумали. Решили вернуть в Финляндию, пошли войной. Было несколько боевых операций. Самая известная была в 1939 году, так называемая Советско-финская война. Маннергейм лично командовал обороной, потому что знал, что с ним сделают большевики, если что. Была даже линия Маннергейма. Отстоял. А когда Гитлер напал на Россию и осадил Петербург, Маннергейм лично командовал блокадой Ленинграда с севера. Таким образом, Карлу Маннергейму могут быть предъявлены три претензии, скажем так. Соучастие в вооруженном захвате власти в России в 1917 году. Соучастие в незаконной аннексии в Финляндии в 1918 году. И массовое уничтожение граждан СССР во время блокады Ленинграда. И вот этому человеку открыли барельеф в Санкт-Петербурге в ходе работы экономического форума, когда там тысячи иностранцев. Я не понял. Алло! Алло! Это блокадники будут ходить под барельефом человека, который эту блокаду вместе с Гитлером и организовал. Ну, мы в финансах. Слово мораль такое относительное, конечно, да? В финансовом мире. Но ничего мы там с точки зрения морали не нарушили. Зачем это делается? Мы политику не обсуждаем, только экономику. Понятно зачем. Хотят сделать приятное финским инвесторам, чтобы они прорвали экономическую блокаду, вложили деньги, чтобы завтра объявить о том, что мы с финнами пошли вперед, нога в ногу, несмотря на санкции ЕС и так далее. Ну, я понимаю, это правильное дело, но, может быть, все-таки без барельефа, а без мемориальной доски Маннергейма. Может быть, это уже слишком? Мне кажется, слишком. Далее, друзья. В Британии Брекзита может не быть. Британский депутат умерла после нападения во время встречи с избирателями. Сторонний Брекзита убил депутата. Сейчас там шумиха большая, сейчас эту тему загнут. Не выйдет никуда Британия, это понятно. Туск, глава Европейского совета, продлит, Евросоюз продлит санкции против России. Хоть 10 досок Маннергейму повесите. ЕС санкции продлит. Ничего финны не решат. Это они в 17-м году что-то решали. Сейчас ничего они не решают. А мы, кстати, британцам за хулиганское поведение в Марселе отомстили. Мы запретили продажу британских презервативов Дюрикс. Изъяли все. 11 видов продукции. Вот. Теперь будем заниматься делами без ваших презервативов. Мы разберемся. США решили помочь Саудовской Аравии в решении экономических проблем и проведении экономических реформ. Все ближе и ближе с Аудитой и США. Прям общая экономика создается. Опасная дружба. Для нефти плохо. Нефтюшку сейчас это может подтолкнуть вниз очень сильно. Сегодня конфликт такой. Пятничный откат и нарастающая дружба США с Аудитами. Центральный банк отозвал лицензию у московского МБР банка. Серьезный банк. Много кто там обслуживался. Глава счетной палаты. Деньги в России есть, но управлять мы ими не можем. Без комментариев. Экономический календарь, друзья. Нет. Давайте сначала бросим монету на нефть. Марки Бренд. Оп. Монета. Бай. Монета видит сегодня бай. Я вижу бай. Монета видит бай. Ну бай должен быть. Алекс, вы видите бай? Дайте нам знать. Значит, экономический календарь. Что сегодня интересно? Давайте посмотрим. 15.30. Число выданных разрешений на строительство в США. Да. Базовый индекс потребительских цен в Канаде. Да. Выступление главы ЕЦБ Драги. В 18.00. Да. Три события надо присматривать. Ну, они, по сути, по времени два. В 15.30 и в 18.00. Все остальное вроде бы свободно. Ничего серьезного. При этом, обращая внимание, питерские новости. Могут быть еще выступления сегодня. И президент еще будет выступать. И много там, так сказать, таких событий будет происходить. Могут быть хорошие новости. Могут быть по нефти что-то еще инициативу. По реформам могут все-таки озвучить что-нибудь. Поэтому я бы с Питера глаз не сводил. Сегодня по-любому. Ольга пишет, вчера монета ошиблась. Да. Причем серьезно ошиблась. Мы все записываем. У нее эффективность по последнему году 60%. То есть, получается, за неделю она два раза ошибается, три раза попадает в ногу. Поэтому двигаемся дальше, друзья. Рынки открылись. Давайте посмотрим, как мы открылись. И двинемся дальше. День в целом я ожидаю сегодня позитивный. Вот жду хороших новостей сегодня. Даже не знаю, с чего это такое настроение. Но вот мне кажется, как-то немножко в мире устаканилось. А когда устаканилось, мы растем. Вот сегодня позитивное, хорошее весеннее настроение. Или может, потому что в Москве наконец потеплело. Влияет природа на нас. Космос влияет таким образом. Но почему-то, думаю, будет хороший позитивный день. Я имею в виду в плане роста российского фондового рынка, укрепления рубля. Ну и нефти. 47,85 в моменте. Да, мы пробили. Пробили наверх. Это по рынку. Это просто ночной рынок так отразился. Ничего это не значит пока еще. Давайте сузим. Посмотрим, как это выглядит. Что-то у меня посъезжали здесь мои настройки почему-то. Вроде бы я ничего не трогал. Они посъезжали. Ну, коллеги, при всем при том, внимательно следим за графиком. Вот перед нами часовой график. Видим, что начиная с 9 июня мы падаем. Причем падаем серьезно. И пока даже вот этот пробой наверх, он еще не выводит нас из тренда вниз. Пока еще тренд сохраняется. Все в рамках движения торгового диапазона. Давайте даже нарисуем его, чтобы было зримее и очевиднее. О, кстати говоря, очень так получается точно. Почти ровно даже получается. Что, кстати, не часто бывает. Вот. Не часто бывает. Вот такой торговый диапазон с 9 июня. Часовой график. То есть легитимный, репрезентативный. И что сегодня? Ну, вот сегодня, судя по графику, я бы через час, допустим, где-то ждал бы нефтюшку у границы канала. 48.17. Это я так для себя поставлю отметочку. Где-то вот здесь мы должны удариться в нее. Может быть, на следующем часе. Вот. 48.17. Было бы неплохо. Это будет означать доллар 10 наверх. На открытии, понятно, нам никому взять не дали. А вот сейчас взять можно. Вот сейчас по цене у меня цена 47.88. И центов 30 постоять наверх. Вполне такая центральная идея. Для меня выглядит разумной. Разумной. Ну, друзья, такая концептуальная идея. Позитивный, умеренный рост. Прямо сказать, чтобы для глобального роста или разворота пока нет оснований. Но некоторый рост сегодня я бы ожидал. Спасибо всем большое за участие в работе этого часа. Всем хорошего настроения. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...